Обстрелы все чаще, калибры все крупнее. Боевики на Донбассе бьют по всей линии фронта. Продолжают использовать запрещенную артиллерию, а возле Троицка выпустили в ход даже танки. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Геннадий Вивденко. Здесь каждый день что-то интересное. Видите, как дотримаются Минских угод с того боку. Это свежая, видите, земля еще совсем по краю, ничем не прикрыта. Это 152 калибр. В эти сутки защитники Авдеевки вновь попали под огонь. Провокациям противника десантники относятся с достоинством. Напряжение везде. Он даже в окопе может сидеть, кверху стреляет, выпрашивает огонь. Чтобы именно увидеть, откуда мы ведем огонь, обозначить наши позиции. Бывает ночью обстрелы по воротах идут. Но мы пытаемся сильно не высовываться. Ну, уже если бачим мы ночник, ночник прибор, то какие-то движения, то открываем огонь. А так не тратим мы боеприпасы. Под Авдеевкой постоянные стрелковые, гранатометные и минометные обстрелы. Севернее, под оккупированной Горловкой, также ведется огонь по украинским позициям. Наши бойцы только наблюдают. Конечно, мы можем предупредить, в случае чего, и предпринять какие-то меры заранее. Нас может поддержать минометка. На этой неделе противник стрелял почти по всей линии разграничения. Ведут постоянные обстрелы и в день, и в вечерний, и в ночной час. Они зараз стреляют и с 82-мм, и с 120-мм минометов. В десятках километров от фронта в Донецкой области активно ведутся восстановительные работы. На неделе открыли мост над железнодорожным путепроводом в освобожденном в 2014 году Красном Лимане. Мосту почти 50 лет он сильно пострадал от обстрелов. Но теперь здесь установили новую плиту стоимостью в десятки миллионов гривен. Так работает восстановительная программа по реинтеграции Донбасса. 11 мостей мы в этом году закончим. На наступный год плануем минимум 17 мостей. Это четвертый восстановленный мост. Всего в этом году планировали отремонтировать более десяти. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей.